Инсулин – это гормон, который играет ключевую роль в распределении глюкозы в организме животных и человека. Во-первых, он помогает быстро доставить глюкозу из крови в клетки, так как она сама не может проникнуть через клеточные оболочки. Во-вторых, он тормозит любые реакции синтеза глюкозы в организме до тех пор, пока не нормализуется уровень сахара в крови. В-третьих, он резко активизирует утилизацию лишней глюкозы, стимулируя процессы синтеза из нее других веществ, например, жиров. В-четвертых, высокий уровень инсулина, воздействуя на центр аппетита в головном мозге, ускоряет наступление чувства насыщения и тем самым пресекает путь поступления в организм пищевой глюкозы или веществ, из которых она может быть синтезирована. И как только в результате всей этой сложной биомеханики уровень глюкозы в крови снижается до нормы, концентрация инсулина тоже падает и все вышеупомянутые процессы останавливаются. Налицо идеальная картина безупречной регуляции уровня глюкозы в крови, колебания которой могут быть смертельно опасными. Однако давайте теперь еще раз представим себе нашего древнего предка, пища которого содержит крайне мало чистых углеводов. Очевидно, что такая роль инсулина становится для него больше вредной, чем полезной. Риск резкого повышения уровня глюкозы в крови крайне маловероятен, так как главной причиной этого является поступление больших количеств глюкозы с пищей. А вот вероятность развития дефицита глюкозы вследствие чрезмерной активности инсулина становится вполне реальной. Но посудите сами. Большую часть глюкозы наши предки вынуждены были синтезировать сами. И это было крайне непросто. А инсулин мог запросто, при каком-то случайном повышении уровня сахара в крови, блокировать этот главный канал поступления глюкозы. Во-вторых, нужно напомнить о том, что инсулин распределяет лишнюю глюкозу, не делая разбора между клетками. Главное, чтобы только побыстрее освободить кровь от этих излишков. Но такой подход оправдан только в том случае, если глюкозы в организме очень много. Если же она нередко становится дефицитной, инсулин может серьезно мешать перенаправлению потоков глюкозы в клетке только самых жизненно важных органов, таких как головной мозг, клетки крови, развивающийся плод или молочные железы в период грудного вскармливания, поскольку лактоза молока образуется как раз из глюкозы. И поэтому для того, чтобы приручить этот непредсказуемый инсулин, многие животные и прежде всего хищники, больше всего страдающие от дефицита глюкозы, а также и наши древние предки научились частично игнорировать действия инсулина. При этом часть клеток организма просто перестает воспринимать инсулин и не реагирует на сигналы своих инсулиновых рецепторов. Почему в первую очередь хищники, человекообразные обезьяны и человек? Дело в том, что всех их объединяет то, что по отношению к массе тела они обладают очень большим головным мозгом, который является главным потребителем глюкозы и может крайне страдать от ее дефицита вследствие избыточной активности инсулина. По-научному такой феномен нечувствительности к высокому уровню инсулина и глюкозы в крови называется частичной инсулинорезистентностью. В условиях полуголодного существования и дефицита чистых углеводов в пище такая адаптация имела очень большой смысл. Субтитры создавал DimaTorzok